Добрый день! Приехали ко мне две новинки от Сэнксо. Это пинтаэдры четырехслойный и пятислойный. Я покрутил пока пятислойный, поэтому про него и поговорим. Четырехслойный отдельно. Сейчас только их визуально сравним. Сэнксо, техническая информация, пинтаэдр, китайские символы. Все вроде бы да. Название file axis for layers cube. Я когда покупал, не особо вглядывался, но оказалось, что пятислойный и четырехслойный отличается действительно только количеством слоев. Это вот четырехслойный, пять осей, четыре слоя. Где же? Где он? Five axis, Five layers cube. Этот пятислойный. Высота пятислойного чуть больше, слои чуть тоньше и аборриды слегка отличаются. То есть форма немного разная. Но мы видим, что здесь рисунок центрального элемента такой же и количество элементов на одном слое. Ровно такой же. Только больше слоев. Здесь среднего слоя нет, а здесь есть. Я начал с нечетного, понимая, что он наверное попроще, без паритетиков будет. Наверное это так. Четырехслойный вращается более резво, пятислойный потуже. Но я пока сделал только одну сборку. Собрал и туда интересная головоломка. Напомню, что с NXO уже выпускали пентайдеры, но такие простенькие. Двухслойный, трехслойный обычный. И разница трехслойного и пятислойного не только в количестве флоев, но и в дополнительных вот этих центральных элементах. Также вспомним, что MF8 с Dayan выпускали тоже пентайдеры. Есть еще crazy версии, но их не доставал. Также трехслойный, но с центром. И пятислойный, но без центра. И получается, что вот эти пентайдеры родственники, да, мы видим кардинальное отличие. Здесь на каждом слое намного больше элементов. То есть здесь углы три штуки и ребра три штуки. А здесь те же самые углы есть, те же самые ребра есть, но еще по два реберных на каждом ребре. И куча центров вот эти. Ну они как раз собираются не сложно, а с ребрами придется повозиться. Что здесь можно делать? Можно вращать слои вот так. Можно вращать слои вот так. Сюда. И сюда. И получается вот такая вот красота. Если покрутить все обратно, то оно, наверное, и вернется. Вот такой вот веселый пентайдер. Ну и чем же он хорош? Да тем, что здесь нужно собирать и вот эти центры. И вот эти центры. И вот эти ребра. И вот эти ребра. И вот эти ребра нельзя поставить на место вот этих, чтобы что-то произошло. Сейчас полностью собирать не буду, но покажу идеи, которые мне пригодились, наверное, в сборке. Здесь наверняка есть много разных способов это делать. Инструкция там, кстати, тоже в коробочке была. Не показал, но она есть. В случае чего можно собрать и по ней. Но интереснее, конечно, самому. А это пятислойный. Вот как-то, допустим, перемешалось. Я поначалу думал, что собирать тяжелее всего будут вот эти центральные элементы. Вспомнились крэйзи пентайдры. Там тоже центры надо было собирать. Но оказалось все банально и похоже на какие-нибудь Petal Pyraminx, где у нас граней меньше, чем надо. Не как в 5 на 5. Но нужно собрать центры. Соберем. Ну, например, вот есть такая полоска. Тут уже как-нибудь соберем вот так. И вот. Центры готовы. Возможно, их лучше собирать и не в начале, но они легко собираются. Например, не особо сложно и позже вдруг сломается. То, что когда-то здесь нужно что-то ориентировать. Я еще не до конца разобрался. Этот центр сейчас собрались сами, но могут быть как-то вот так вот перемешаны. Тут собирается вроде бы не сложно. И, вероятно, с них нужно начинать. Ну, что с этих, что с этих. Они друг другу не мешают. Они не перемешиваются между собой. Дальше. Самая сложная и непонятная, наверное, сборка вот этих. Я их собирал интуитивно и это получается. Пусть как-нибудь берем что-то с чем-то. Вот сюда, допустим, нужно добавить зеленый. Вот тут зеленый есть. Отведем вот так. И отсюда. И отсюда. Вот зеленый появился. Ну, это работает до поры до времени. Приходится больше думать. А сейчас я сделал неаккуратно и сломал вот эти центры. А? А? Но их можно починить, даже не разрушив это. Если я все правильно помню. Здесь. Так. 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 Ну, зелененький цел. Ну, что-то я тут уже надел лишнего. Вернем. Интересно собираются вот эти. И первый раз я их собрал, было очень легко. Что мы делаем? Вот, к примеру, сюда нужен белый-зеленый. Находим его вот здесь. То есть, можно поставить вот сюда. Бело-зеленый. Заменить на несобранное ребро. И вернуть. Ну, вероятно, это нужно делать до того, как собрались вот эти центры. Потому что они начинают перемешиваться. Да. Ну, мы сейчас соберем пару ребер. И посмотрим, что центры потом возвращаются. Потому что алгоритм не легко. Что я собрал? Зелененький. Давайте еще один соберем. Опять же, сюда ставим. Заменяем на какое-то несобранное ребро. И отменяем. Так. Вот у нас зеленое получилось. Давайте еще одну какую-нибудь синюю соберем. Вот элемент нужный. Отсюда. Поставим сюда. Несобранное где-то тут есть. Меняем. На несобранное. Вот синий готов. То есть, центры можно было и не ломать. Я, наверное, не очень аккуратен был. Но, в любом случае. А не ломать. Ломать надо. Ну, как-то так. То есть, надо быть аккуратным. И собирать либо в том порядке, либо в этом. Я еще не придумал нужной какой-то комбинации. Но, как-то разок собрал. Казалось бы, что этот пентайтер должен быть, ну, просто чуть дольше собираемый, чем обычный трехслойный. Но он оказался гораздо интереснее. Я еще пособираю. Тут и эти ребра еще собирать. И тут вот, ох, сколько всего хорошего. Поэтому, если размышляете, надо или нет, то да. Я ждал, когда на основе пентайтера сделают что-то поинтереснее базовых. Ну, не crazy. Их уже достаточно MF8 и Dayan. Их даже еще не все собрало. Но вот с большим количеством элементов, ну, мне, по крайней мере, понравилось. Пятерочка крутится туговато. Ну, я думаю, это со временем пройдет. Ну, еще можно ослабить. Там, кстати, винтик, да, торчит. Можно его подкрутить и будет посвободнее. И где-нибудь винтик должен быть еще, ну, наверное, под центром. Я не разбирал. Но строение покажу. Вот такие вот пентайтеры. В видео про 4х4 расскажу свои дальнейшие впечатления. Пособираю, наверное, четверку. А так, вполне рекомендую достойная головоломка. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.